Подсчитано, что из 60 прожитых лет человек болеет гриппом и ОРВИ в среднем 6 лет. С этим нельзя не согласиться, принимая во внимание, что ежегодно дети переносят острые инфекции неоднократно. Малыши до 3 лет, до 12 раз, до школьники 6, школьники в половину меньше. Да и взрослые не единожды. Для того, чтобы меньше болеть, нужно больше заниматься фитнесом, поэтому бегом в парк. Спорторганизаторы подготовили для занятий десятки площадок в городе. Юлия Суляк продолжит. Скандинавская ходьба – самое популярное направление у горожан для занятий физкультурой. Доступна независимо от уровня подготовки и возраста. Самому старшему скандинаву в Тюмени более 80 лет, самому молодому – около 30. Занятие проходит при любой погоде – в парках, скверах, на стадионах. Польза огромная. Скандинавская ходьба полезнее простой ходьбы тем, что мы еще и нагружаем верхнюю часть туловища. Толкаясь палочками от грунта, от земли, мы включаем в работу плечевой пояс, включаем в работу руки. И в итоге у нас 90% мышц тела работают. Для занятий скандинавской ходьбой нужны удобные кроссовки и спортивная одежда. Палки выбирать лучше с креплениями на запястье, а не с петлей, как у лыжников. Их высоту определяют по локоть, согнутый под прямым углом. В Тюмени бесплатные занятия проводят 20 инструкторов. Это 22 площадки по городу, самые популярные в городских парках и скверах. Найти подходящую для себя можно на сайте департамента по спорту или узнать по телефону. В Тюмени скандинавской ходьбой занимается уже около 2000 человек. Многие избавились от серьёзных недугов. При заболеваниях суставов, вот, боли в суставах проходят, просто исчезают. У меня знакомая, у которой систематичное давление было 240, она избавилась от этого давления. Во-первых, это занятие на природе. Даже под дождём настроение не портится, когда занимаешься. Заряд энергии, бодрости – это не передать. Это обязательно надо этим заниматься, ходить. Начиная, допустим, от трёх и кончая 10-15 километров, можно пройти за тренировку. Но для меня чем больше, тем лучше. Спорт-организаторы предлагают на выбор более 40 видов занятий. Для горожан работают полсотни инструкторов и почти две сотни площадок при спортшколах и центрах творчества. В этом году в расписании появились семейная йога и капоэйра. В оздоровительном движении уже 24 тысячи тюменцев. Для многих оно стало трамплином в массовый спорт. Наши клубы, вот эти все скандинавские ходьбы или оздоровительные виды спорта других, включая спортивные, туристские и реабилитационные, восстановительные, они объединены в Тюменский центр здорового образа жизни, который сегодня входит, я бы так сказал, в пятёрку лучших центров в России. Мы проводим фестивали, соревнования, турниры. В группу здоровья приглашают всех желающих. Новичкам на первое время спортинвентарь выдаётся.